Привет! Хочу показать свой блокнот для кафешек, который я заполняла с мая этого года практически по ноябрь. Ну, в самом деле, по октябрь. Где-то вот 16 мая начала и где-то в конце октября, наверное, в конце сентября уже его закончила. Здесь, конечно, сначала очень много весеннего и осеннего совсем-совсем мало уже. Логично. Очень много здесь стикеров из моего магазинчика. Наверное, об этом каждый раз упоминать я не буду. Вот, кстати, из Inspireland очень классный, специально пак заказывала сиреневый к цветению сирени. Вот это все из моего магазинчика. Как будто так давно был, на самом деле, вот эти все весенние, летние яркие оформления уже так от выклад этой гаммы за осень. Ну, сейчас я к ноябрю тоже буду снова переходить к лиловенькому, розовенькому и цветочке, потому что это у меня день рожденческий месяц и буду его оформлять. Постараюсь оформлять самыми, самыми лучшими материалами, ну, потому что можно же тебе хотя бы день рожденческий месяц позволить не экономить на материалах. Я так, правда, стараюсь этого не делать, но, сами понимаете, иногда бывает, что вот эту наклейку жалко. В последнее время у меня практически такого уже все-таки нет, как раньше, в таких масштабах, когда мне вообще было жалко любую наклейку наклеить. Вот, но все-таки чуть-чуть, чуть-чуть бывает. Так, у меня вообще на пикнике делала разворот. Как давно это было, какой кошмар. 1 июля я сделала пикник специально, чтобы делать разворот. Ну, не совсем так, но практически. Да, просмотрю и вспоминаю все вот эти летние дни. Мне кажется, как будто это было очень-очень давно. Листать его не очень удобно с одной рукой. К сожалению, со штативом у меня сейчас лень возиться, хотя надо было его. Не пойму, что накле... А, это котик. Я смотрела на наклейку, не могла понять, что наклеено. Что-то изображено эдакое такое. Так, я, наверное, сейчас... Возможно, лучше бы это было сделать монтажом. Я сейчас попробую менять руки прямо в процессе. И листать уже правой. Потому что уже буршон перевешивать на правую сторону. Тут у меня есть с встречи очень много разворотов. Ну, в новом блокноте тоже. В блокнотах. Поэтому у меня тут не только я сама оформляла, и не только моим почерком и моей рукой написано. Это очень здорово. Можно было, конечно, вообще отдельный блокнот для встреч сделать. Тем более, они в последнее время, благодаря магазину, стали происходить гораздо чаще. Но все равно, пока, думаю, могу так оставить. Пусть будет в таком моем походном блокнотике. Как раз и заметки от других тоже. Это можно так сказать. Не знаю, насколько удобно смотреть. Может быть, вертикальный было бы удобнее. Потому что горизонтальный очень хорош для смешбука. А вот для такого маленького блокнота вертикальный тоже неплохо. Может быть, было бы даже удобнее листать удобнее. Телефон было бы удобнее держать. Ну ладно. Понятно, что лучше всего был бы штатив. Но, вы понимаете, для начала нужно его как минимум найти. А это, то есть, приключения уже заканчивается лето потихонечку. Вот, последние дни лета я сидела в кафешках вообще каждый день. Точнее, в одной на веранде, пока можно было сидеть на улице. Вообще ни о чем не жалею. Потому что в сентябре вообще ни разу не удалось посидеть. Погода сразу испортилась. Сразу пошли дожди и было холодно. Поэтому веранду очень быстро прикрыли. Просто пару лет назад я там сидела вообще 1 октября аж. Вот, но в этом году не так. О, первый осенний разворот. Мишка светится классно. Вот, осенью, конечно, у меня много всякого. Посиделок было много. Причем тоже уже в одной кафешке. Не в той, что летом, но в одной по сути. Вот, сидела и оформляла очень часто. Вот, кстати, день рождения это важно. У меня тут магазин-альбом Тани есть. Подпись и от Вики из Гринго Дэсс. Очень классно. Конечно, я так сходила на... Вот еще от Гопс Артс страничка. И от Мари Чири. Я почему так читаю этот книг? Ой. Тут тоже это на встрече было. Здесь я забыла блокнотик и сделала разворот на бумаге, которая у меня была с собой. И потом просто вклеила. Мне кажется, неплохо. Бывали случаи, когда я на салфетках оформляла еще один раз на пакетике от гамбургера из Макдональдса. Ну, не тот, в который сам гамбургер заворачивается, а такой, типа, крафтовый. Вот, я очень быстро оттуда вытащила гамбургер, поэтому пакет абсолютно был не жирный, совершенно чистенький. Вот, я на нем оформила разворот, потом дома уже вторая. Ну, так вышло. Это было очень давно. Я до сих пор, видите, помню эту историю. Потому что это было классно. Последний разворот. Аж 6 октября, кстати. Ну да, где-то в середине октября я начала уже другой блокнотик. А здесь у меня, получается, чуть-чуть мая, очень много лета и чуть-чуть совсем осени. Ну, как чуть-чуть, целый месяц. Вот, всем огромное спасибо за просмотр. Блокнотик я купила в новом книжном или в каком-то таком просто книжном магазине. И сначала расстроилась, что... Ну, не расстроилась, как сказать. Была не очень рада, что у него прям такие белые-белые листы. Но в итоге, кстати, к летним оформлением смотрятся они неплохо. А сейчас у меня в блокноте вот такого света листочки. И для осени это, конечно, вообще прекрасно. Всем огромное спасибо за просмотр. И следующий кафешный блокнот будет уже, может быть, не так уж и не скоро. Потому что у меня не такой вот толщины блокнотик на этот раз. А где-то, ну, сильно-сильно поменьше вот этот блокнот тоже такой. То есть, а с моими скоростями заполнения, скажем так, сами понимаете, надолго мне того блокнота не хватит. Все, огромное спасибо всем за просмотр и пока.